Надеюсь, что с Ютубом никогда ничего не станет. То есть, можно сказать, что я актриса? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет необычное видео о том, как я ухожу с Ютуба. В первую очередь я хочу, чтобы вы не переживали, мои постоянные зрители. Это не так, чтобы я ухожу с Ютуба насовсем или всех бросаю и прям ухожу. Я объясню, в чем дело. Я сейчас зарегистрировалась на новой платформе Твич, может быть, кто-то знает об этом, кто-то нет. Сейчас я расскажу о ней поподробнее, и в дальнейшем вы все поймете. Платформа Твич — это примерно такая же платформа, как Ютуб, только отличается она тем, что, во-первых, на платформе Твич не выкладываются готовые ролики, там в основном происходит все в эфире, стримы онлайн, то есть заточено под это. Отдельных роликов, которые вы готовите дома и выкладываете, такого нет. Плюс еще эта платформа, она такая больше игровая, то есть в основном там стримеры, которые играют в какие-то онлайн игры. Но помимо этого, на самом деле, там очень много всего. Там есть точно так же распаковки всяких покупок прям онлайн, прям в онлайн-режиме. Люди могут просматривать вместе фильмы, заниматься спортом, ездить в поездки. И, честно говоря, для меня эта платформа новая, я о ней давно уже знаю, давно на ней зарегистрирована, но как-то все пока не решалось, и не было времени, чтобы потихоньку тоже начать там заниматься стримами, потому что это очень интересно, это не только как здесь на ютубе я снимаю ролик вот так для вас, да, уже подготовленный, смонтированный, но это непосредственное общение со своим любимым блогером, со своей любимой аудиторией. Поэтому твич, он всегда для меня был галочкой такой, что я хочу освоить. На самом деле, да, на ютубе тоже можно вести стримы, и аудитория у меня здесь, в принципе, большая, было бы больше онлайна, но я человек, который иду вперед в ногу со временем, и считаю, что будущее идет за киберспортом. И мне эта тема очень интересна, она от меня немножечко еще так далека, но я потихоньку в нее внедряюсь, и все больше и больше она мне нравится. То есть это онлайн-игры, и все, что с ними связано, и все возможности, которые связаны с этим. И поэтому хочу сказать, что да, очень много времени я провожу сейчас время на твиче. Любой, кто сейчас смотрит это видео, может присоединиться к моему каналу на твич. Ссылку я оставлю под видео. Там можно также зарегистрироваться и подписаться на мой канал, и нажать колокольчик для того, чтобы отслеживать мои эфиры. И как только я выхожу в прямой эфир, вам приходят уведомления, Селена в эфире, вот, я загружаю какую-то тему, и вы прям онлайн на меня смотрите. Да, сейчас я на твиче играю, играю в GTA, играю в Realm Royale, начала немного играть, сейчас новую игрушку скачала, Sekiro, по-моему, называется, я только в ней обучаюсь. Также по выходным я уже со своей аудиторией смотрю фильмы, обсуждаем их, прям в онлайн-режиме, то есть со мной вместе. Бывало, по несколько фильмов мы разных смотрели. Очень понравилось, кстати, всем, поэтому я и хочу вас пригласить. Еще, кстати, у меня в планах также в прямом эфире заниматься спортом с вами вместе, да, там, что-то танцевать, может быть, буду петь. Но это все в процессе, потому что для всего этого нужна аппаратура. Я приобрела для себя компьютер, у меня очень хороший компьютер, большой монитор, то есть мне ребята, знакомые, собирали компьютер с очень хорошими всеми качественными данными, для того, чтобы я могла стримить игрушки. Но и все в процессе, вот крутые наушники взяли, очень хороший звук, это не то, что стримы в Инстаграме, да, прямой эфир, там, где что-то шумит, что-то отстает. Здесь все очень заточено на то, чтобы онлайн был очень хороший, хорошая картинка, качественная, хороший звук. Для меня это что-то новое, и, честно говоря, сейчас я веду прямые эфиры, там, каждый день, днем, бывает, вечером. Фильмы смотрим, например, вечером на выходные, да, стримы, именно игрушки я веду днем. Бывает, просто я выхожу, чтобы пообщаться, початиться. И сейчас я собираюсь очень много чего, например, выкладываю на YouTube, да, и говорю, что там продолжение или какая-то часть будет, например, я скоро сниму видео «Вопрос-ответ». Я отвечу на самые, там, самые, там, определенные вопросы, ролик, да, но на все подряд вопросы я прям буду отвечать в онлайне. Мы сможем провести, там, час, два, три в онлайне, пока я не отвечу на все вопросы. И также можно будет эти вопросы задавать прямо в онлайне. Чтобы вы понимали, что все серьезное, я вам покажу вот свой монитор. По сравнению с моим ноутбуком, просто он огромен. Да, такая у меня красивая клавиатура. Она не игровая, и мышка у меня не игровая, но, в принципе, мне нравится, все устраивает, все классно. Процессор, да, там у меня хорошая видеокарта, оперативка, в общем, там, все подбирали, я не все даже запомню. Мышка и клавиатура, они у меня еще такие, не супер профессиональные, игревые, но при этом, как бы, хорошие, они, главное, красивенькие, беленькие, светятся красиво, но мне уже достаточно. Звук у меня хороший, у меня же хорошие наушники, звук и микрофон, все, в общем, замечательно работает, что все, кто был у меня в онлайне, сразу отметили, что очень-очень хороший чистый звук. Еще одна из интересных игр, или даже это можно сказать, ну, можно как сказать даже, игр, из-за чего я зарегистрировалась на Твиче, это когда я узнала о такой возможности почувствовать себя каким-то другим человеком и отыграть своего персонажа, который ты придумал. Есть такая игра, называется она Roleplay. Это люди, в общем, в определенной игре, ну, есть несколько игр, где можно такое делать на разных платформах игровых, да, создают сервис, куда приглашают определенное количество людей, ну, их может быть, там, много, и все это больше расширяется и расширяется. Где ты придумываешь себе персонажа, даешь, наделяешь его определенными характеристиками, качествами и даешь ему определенную историю. Это может быть мужчина, женщина или даже животное. И потом ты, значит, погружаешься в определенную среду, где также играют люди онлайн. И каждый отыгрывает своего придуманного персонажа. Я когда об этом узнала, меня это безумно заинтересовало, некоторые мои друзья уже играют в это, и есть, кстати, разные стадии, есть более такой light, где ты вроде бы учишься, там, можно еще поржать, там, и так далее, да, а есть более такой hard roleplay, как я понимаю, где люди серьезно погружаются в это все и серьезно отыгрывают своего персонажа. Также на этих сервисах есть люди, которые следят за тем, чтобы ты отыгрывал своего персонажа, иначе, ну, если ты там будешь рожать или там что-нибудь прикалываться, ну, как бы несерьезно, да, отыгрывать, не идти по сюжету, то тогда, ну, тебя просто уберут с этой платформы, поэтому это более серьезное. Вот, и у меня есть друзья, которые играют в очень серьезные такие игры. Ладно, детектив, вам хорошего дня, что увидимся, если что, на связи, цифры есть. Хорошо. Договорились. Да, нет, Джексон. Эй, ой, сеструха, слышь, а ты че в натуре, это? Че тут делаешь? Здравствуй, милый, я здесь ожидаю кое-кому. Слышишь, милый в натуре, но я так-то да, милый, сладкий, шоколадный. Да, 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 ты красавчик, ты мне нравишься. А вас вообще, сэр, как зовут-то? Нет, Смит. Смит. Вообще, моя фамилия должна быть Смит, но мои родители решили подшутить, и теперь я Смит-Смит. Смит-Смит, да. Прикольная шутка. Родители, наверное, с чувством юмора у вас. Например, у меня есть друг, который отыгрывает все это в игре DayZ, то есть там, где зомби, выживание, то есть у них есть свой сервис, они там с друзьями собираются. В общем, оказываешься ты там без денег, без ничего, но у тебя есть определенные качества, у тебя есть персонаж там и так далее, и все, и ты начинаешь его отыгрывать. Ты встречаешься с другими людьми, они что-то тебе говорят, из этого ты должен себя вести как-то определенно с теми качествами, которые ты себе придумал. Этих заключенных в вашу комнату временно, тут дождь, блин, и нужно сундуки перевезти в ту комнатку, где вот, куда мы ставили, да, и так далее. Пошли, займемся. Да, давайте. Вы пока их перевозить будете сейчас в сундуки или потом? Есть. Там сундуки нужны? Да, конечно, вещи же мои. Значит, будем. Все, пошлите. А столик еще можно один Макс будет взять? На те машины привязать по столику? Пошли, да, да. По человеку посадим на заднее сидение, пусть. А, подожди, ключи у Ирэн сейчас возьму. По пути вам там встречаются зомби, вы как-то выживаете вместе. В общем, это такое виртуальное общение, и, ну, в общем, мне кажется, здесь очень много всего такого задействовано, интересного, да. Также на платформе GTA в игре тоже есть разные сервисы, где люди отыгрывают, и на самом деле сейчас, если зайти в GTA, то в основном там все роллплей, роллплей. Вот, но я сейчас изучаю именно функционал кнопочный, да, я пока что сейчас играю сюжетки там в GTA, мне очень нравится, ржачно получается, и на самом деле очень много впечатлений таких прикольных в голове складывается, потому что GTA очень красивая графика, находишься где-то там в Лос-Анджелесе, в Лос-Сантосе каком-то, очень красивые дома, машины всякие, и, в общем, ну, я люблю проводить время там в игрушке. То есть, можно сказать, что я актриса, которая будет играть определенную роль, я могу менять голос, я могу быть кем угодно. Короче, это очень круто, и роллплей — это одна из главных таких вещей, которые я хочу реализовать на своем канале Twitch. В общем, будет очень много всего, и я надеюсь, чтобы было у меня больше и больше времени, и я смогу тогда больше посвятить его онлайн вам непосредственно. Что касается в итоге, ухожу я с YouTube или нет? Ну, да, громкое название, я просто хотела, чтобы как можно больше людей пришло ко мне сейчас в это видео, думая, что я ухожу как так, Селена, но на самом деле нет, я не ухожу, и ролики будут продолжаться, возможно, они будут реже. Сейчас они у меня происходят через день, но пока я наплаву, держусь, и через день пока удобно. Но, возможно, мне будет все сложнее и сложнее, могу что-то не успевать, поэтому, возможно, они будут в будущем через два дня. Вот так вот ролики. Но сейчас я набираю свою аудиторию на Twitch, и я делаю первые шаги, я снова как будто, знаете, вернулась в то время, как только-только начинала на YouTube. Каждый подписчик очень важен, поэтому мои постоянные зрители, кто не хочет меня потерять, обязательно проходите по ссылке на мой канал Twitch и поддержите меня, да. Там очень все просто на самом деле. Вы заходите на сайт, регистрируетесь, нажимаете сердечко «Отслеживать», то все, вы меня отслеживаете, и рядом с «Отслеживать», это в верхней части экрана, в правой, там еще такой значок, где вы сможете именно получать уведомления, когда я буду в онлайне. Кстати, если вы часто сидите с телефона, то есть приложение Twitch, и оно тоже у меня установлено, оно очень простое. Вот, на примере другого стримера, я вам покажу, вы зайдете только на мою страничку, в правом верхнем углу нажмете «Сердечко», вы уже на меня подписались, и также вам предложат отслеживать, вы просто вот здесь галочку вот так нажмете, отслеживать, отслеживать, вот, и все, и будете меня отслеживать. И все мои новые эфиры будут к вам приходить. Ссылочку на Apple скачать приложение, и также скачать приложение на Android я тоже вам оставлю под видео, чтобы вам было удобнее. Еще один такой момент, сейчас обсуждает это тоже весь YouTube, что могут закрывать разные площадки, приняли закон сейчас о том, что если что-то будет неугодно, как я понимаю, своими словами говорю, то могут закрывать целые платформы, как, например, если что-то будет не нравиться на YouTube. И даже есть такие страны, на самом деле, где, например, YouTube не смотрят, как мы сейчас вот с вами, да, выложила вам ролик, вы смотрите YouTube, а где-то в каких-то странах нельзя его смотреть, да. И, в общем, у нас приняли закон, что если вдруг что-то не понравится, и что-то будет неугодно, как говорится, да, это все закроют. И поэтому ютуберы, я не знаю, делают они сейчас это или нет, но некоторые уже делают, и своих зрителей, которые не хотят их потерять, зовут на разные площадки и говорят, регистрируйтесь, да, записывайтесь, подписывайтесь на меня здесь, здесь и здесь, потому что если вдруг что-то случится вот с этой платформой, то мы обязательно встретимся здесь, а если с той что-то случится, то мы здесь встретимся. Поэтому обязательно я вам сейчас скажу, проходите на мой канал Twitch, подписывайтесь для того, чтобы как минимум меня не потерять. Мало ли, что будет в будущем, сейчас настолько все непредсказуемо, а закон можете этот почитать, о нем сейчас все говорят. Также подписывайтесь на мой Instagram. В Instagram я тоже продолжаю вести, и точно так же, даже когда сейчас эфиры какие-то, я в Stories всегда говорю, там, через столько-то я буду в эфире, и ссылочку прямую даю, чтобы людям было удобно, раз, и прошли, и посмотрели. В общем, на Twitch я буду экспериментировать, я и хочу и покупки, возможно, там делать, и просто чатиться, я хочу больше с вами время провести. Еще, на самом деле, именно онлайн, да, непосредственно. Еще скоро будет StreamFest, это будет 27-28 число. Я поеду в Москву, если кто-то не знает и не был никогда, и я тоже не была никогда, и мне это очень интересно, то тоже посмотрите в интернете StreamFest. Я уже купила билеты туда-обратно, там билеты стоят именно участия в StreamFest, ну, именно быть, просто там походить, погулять. На два дня стоит 1800, на один день 1000 рублей, но они подорожают, там, 23-24 числа они уже должны подорожать. Поэтому, если кто-то хочет провести прикольно время, и, опять же, говорю за киберспортом будущее, очень много будет там киберспортсменов, всяких приглашенных стримеров и блогеров, вроде бы должно быть, ну, в основном это StreamFest именно для стримеров. И я туда иду, скорее всего, вот просто даже, ну, я еще совсем новичок в этом, да, деле, но мне хочется просто окунуться в это, посмотреть, как люди живут этим, может быть, с кем-то познакомиться, ну, вообще, в общем, окунуться в новую какую-то сферу, за которой, я считаю, будет будущее. Если вы люди, которые тоже идете в ногу со временем, если вам интересно все новое, то, что развивается, и скоро будет вообще неотъемлемой частью, мне кажется, нашей жизни, ну, и, соответственно, кто любит меня и хочет больше со мной находиться и что-то обо мне узнавать с разных сторон, так же, как и вместе играть в игрушки, или больше проводить время в онлайне, делать какие-то разные интересные вещи, то присоединяйтесь, я всем рада, ну, и, соответственно, чтобы меня не потерять этот закон, на самом деле, немножко меня это вводит в такой, знаете, какую-то растерянность, я прям даже и переживать начинаю, вот. Не хотела бы я всех вас потерять, я вас очень сильно люблю, и если просто в одно касание ютуба не станет и перестанет быть к нам доступ, я не знаю, что со мной будет, у меня даже слезы на глазах наворачиваются, боюсь, я это очень тяжело буду переживать. Надеюсь, что с ютубом никогда ничего не станет. Давайте верить в то, что никогда его не закроют. Представляете, даже меня могут отрезать от вас. Не хочу. Ну, на самом деле, ни одна платформа от этого не застрахована сейчас, и не хочу об этом думать даже, ужасно. В общем, всё, я ссылку самую главную на свой канал Твич оставлю под видео. Заходите, присоединяйтесь ко мне, будьте со мной в эфире, общайтесь. Я жду вашей поддержки. Вот, сейчас я буду на двух платформах, эти две платформы, они разные, в ютубе я выкладываю конкретные тематические ролики, а на Твиче мы будем с вами время проводить именно онлайн, непосредственно, и общаться. И там я провожу время, ну, вот, как бы стараюсь два часа минимум стрим проводить, то есть у всех будет возможность задать все интересующие вопросы, пообщаться со мной прям, и я могу давать очень развернутые ответы на интересующие вас вопросы. В общем, мы просто можем расслабленно проводить там время. Поэтому я вас всех зову, очень сильно, приходите ко мне на канал Твич. Всё, ссылка под видео. Всё, мои хорошие, если понравилось моё видео, вы узнали что-то новенькое и интересное, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь и на ютуб обязательно, кто ещё не подписан. И добро пожаловать на мой новый канал. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok